так ну давай начнем с простого самый простой вопрос приносит ли работа удовольствие тебе сейчас вот в данный момент безусловно то чем я занимаюсь практически сто процентов времени сколько вообще по времени это вот у тебя за ну если мы возьмем неделю тот 6 дней в неделю сейчас это так а сколько лет у тебя вообще в гостиничном бизнесе и в частности в твоей в гостиничном бизнесе я с 2004 года скажем так уже независимой компании ненадлитым менеджером 2008 года с августа собственно вот в августе этого года 10 лет как мы самостоятельно работаем ну мы и думаю в ноябре соберемся по этому поводу у тебя такой большой опыт я даже знаю были какие-то заслуги типа медали за укрепление конкурентной способности россии то есть расскажи подробнее вот я не знаю отельеров которые бы получали медали ну это медаль скорее бизнес-сообщества среды в которой я был свое время тех процессов которые поддерживал на уровне администрации города москвы было много сделано для того чтобы развивался туризм москве я в свое время правда это было уже достаточно давно но возглавлял московскую областную гостиничную ассоциацию в качестве президента соответственно вот в рамках тех работы в рамках тех программ которые были вот я был отмечен до данным знаком за данным знаком ну собственно она есть я правда слава богу наверх никогда не одевал ясно у тебя же были еще какие-то спортивные подвиги опять-таки сейчас вот это там медали не было тебя и триатлоны и марафоны и богу за каждую дистанцию медаль кто дает даже если ты пришел самым последним дать тебе дают поэтому моей коллекции 6 полных марафонов достаточно большой количество половинок в общем есть медальки нет пока пока мы еще маленький триатлон но мой моя половина участвует иногда там пятерочку десяточку пробежать на это да у тебя есть хорошая фраза что самый ценный опыт ты получил начав все с нуля вот расскажи это это интересно ну это по факту уход ты из даже занимая позиции топ-менеджер в компаниях все равно когда ты хочешь свободное плавание это фактически по факту начал 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 по той простой причине что всегда начинать очень сложно ресурсов не хватает желание огромное желание не совпадает с тем что ты хочешь сделать и зачастую все идет когда вот этот момент то есть вот когда ты понимаешь что ты либо на пике находишься либо на дне и надо что то то есть мы уходили на рынок в августе восьмого года с большими надеждами что мы будем достаточно быстро занимать лидирующие позиции декларировали достаточно большой а в августе восьмого года до еще или пор или то вы или да и мы в августе до 8 августа официально начала работы нашей компании мы были полны надежд декларации больших проектов огромных сумм инвестиций в новые проекты и все остальное в том числе на территории украины подготовки к чемпионату который проводил на их территории но нашим нашим желанием как всегда не удалось сбыться и скажем так восьмой девятый год это вот было то состояние пограничное когда вот у тебя фактически ничего нету да все все твои намерения они остаются только твоими намерениями и тебе нужно ну противопоставить что-то рынку такое значительно интересное запоминающийся чтобы остаться на этом рынке тоже я думаю что если мы в тот период времени не дотерпели компания давно уже бы не был на рынке а софаль и те планы которые вот именно 10 лет назад было с теми что есть сейчас на что были достаточно амбициозно вы говорили про 15 отелей вот вошь хотел сдадут или как-то это ступеньками менялась то есть насколько часто вы перерабатывали пересматривали это все тогда когда мы выходили свободное плавание компания росинвест отель по факту рынок только формировался профессиональное сообщество компании управляющей начинали свою историю начали где-то в районе 2 тысячи годов поэтому профессиональных каких-то экспертов профессиональный компаний тех знаний которые сейчас есть fishing у нашего сообщества можно прийти поделиться когда того не было не было экспертам можно было прийти и попросить эти знания не было рынка консолидированного не было в различные сообщества которые можно сейчас посредством различных каналов задавать эти вопросы тогда это было разрублено сообщества индивидуальных предпринимателей, желающих использовать этот рынок в своих интересах и, скажем так, амбициях. Поэтому тогда это было сложно, и, конечно, мы опирались на какое-то внутреннее чутье понимания рынка, как он будет двигаться, куда он будет двигаться. Естественно, 10 лет прошло, мы не давали себе отчет, насколько автоматизация электронной системы войдут в наши жизни, и коренным образом они не изменят и отношения, и коммуникации, и действия, и формирование. Это формально революция, просто мы ее не заметили, она очень легко вошла в жизнь. Ну, ваша хорошая фраза как раз с маркетинг-форума, что роботы завоевывают. Вопрос, как с этим делать и как с этим быть, наверное, можем обсудить чуть позже. Отвечая на вопрос, как часто мы меняли позицию, мы изначально выходили на рынок как консультант, и компания, которая проектирует, строит объекты под гостиничную сеть Voyage Hotel Resort. Это наша гостиничная сеть, она не франшизная, полностью прописанными стандартами и так далее. Мы ее развивали, исходя из парадигмы, что мы проектируем эти отели под свои стандарты, строим и управляем. Этого не удалось сделать, просто потому что с 2008 по 2010 год практически рынок стоял, никаких новых проектов не было. Уже после того, как бизнес начал принимать какие-то риски, в том числе проектные и так далее, начало движение, и мы в тот момент начали понимать, что с такой концепцией, с таким подходом мы не можем выжить, потому что средние переговорные процессы и сами проекты идут достаточно на длительный период времени, это не короткая, не быстрая продажа, нельзя продать быстро. Зачастую переговорные процессы это 6-7 месяцев, в крайнем случае, когда есть очень быстрое движение по проекту. Если мы возьмем работу в проекте, то это порядка двух с половиной лет, то и трех. Соответственно, если мы выходим на проект, то мы существуем в нем практически три года, и это не та точка, в которую мы хотим прийти, потому что мы не можем набрать массу проектов и за счет этого вырасти. Нам нужен какой-то пуш, который нас будет поддерживать, это драйвер, который будет тащить вверх. Мы пересмотрели концепцию, мы до этого не рассматривали чужие отели под управлением, не рассматривали совершенно, то есть ни маленькие, ни большие, как плоскость бизнеса, для нас этого не существовало. У нас был чистый консалтинг, операционный и проектный, и проектирование, и сопровождение строительства. Мы пересмотрели эту модель бизнеса, сейчас мы работаем по системе управления, то есть мы берем чужие объекты в управление и практически закрываем всю линейку работы с отелями, от БСЮЗа, то есть от земельного участка, до ввода в эксплуатацию дальнейшего управления. Ну вот здесь сразу дополнительно вопрос из этого вытекающий. У вас же есть проекты, которые вы говорили, и от 20 человек, и чуть ли не до 4000, как в пределах одной управляющей компании. То есть обычно есть какая-то диверсификация в этом смысле, что есть какие-то небольшие, которые занимаются небольшими объектами, есть наоборот. А здесь получается разброс чуть ли не в 20. Не мною фраза придумана, к сожалению, да, заработать первый миллион крайне сложно, все остальное как бы вопрос технологий, которая была придумана и внедрена для зарабатывания этого миллиона. В принципе такая же история, когда у тебя 20 номеров, это несложная история. Когда у тебя 500 номеров, ты научился им управлять, то управлять маленьким отелем еще проще. Поэтому здесь нету, ну скажем так... А как вы понимаете, что вот в этом небольшом отеле есть какая-то инвестиционная привлекательность именно для вас? Тут же вопрос управляющей компании нахождения на объекты, это вопрос экономики. Никаких других историй, типа вы очень друг другу нравитесь, или у вас любовь взаимная, это не работает. Есть экономические критерии, которые дают оценку проекту. Да, он работает, да, не работает. Маленький объект я не могу по части брать в управление в классике, просто по той простой причине, что содержание управляющей компании, как нагрузка на бизнес, достаточно велика. 20 номеров не генерирует тот денежный поток, который необходим для того, чтобы ты мог себе позволить управляющую компанию. Не потому что я такой дорогой, просто у меня есть набор затрат, которые я не могу эти косты срезать никаким образом, потому что они существуют. Это как должное, мы это принимаем. Соответственно, маленький объект, это урезанный функционал управляющей компании, который может брать на себя продажи, маркетинг, типологию продвижения на рынке. Управление персоналом или введение полной финансовой деятельности, такого нету в маленьком объекте. Это остается на плечах управляющего, собственников, в каком варианте он там существует. И только после этого мы работаем. Экономические критерии, это основа всего. Ну, то есть, условно говоря, если есть желание у небольших объектов размещения обратиться к вам, то вы никогда не скажете нет. Мы, наверное, не будем общаться с маленькими, со всеми проектами, то, что, опять, не очень корректно. Мы, наверное, дадим решение, как быть любому объекту размещения, пусть он будет 5 номеров или 10 номеров. То есть, мы предложим то направление, которое может быть им полезно в рамках их бюджетов. Не всегда, естественно, в рамках нашей компании. То есть, у нас есть партнеры, у нас есть друзья на рынке, которые занимаются такими вопросами проблематики. Мы их советуем, рекомендуем, и, соответственно, отель может получить ту услугу, которая ему необходима. Без этого, ну, я не помню, когда мы как будто-либо отказывали. То есть, решение всегда находится. Часто бывает, что, приходя к нам, собственник хочет, чтобы управляющая компания присутствовала, но мы честно, откровенно говорим, что в рамках проекта мы готовы вам помочь стандартизировать этот фронт работы, организовать, но он будет дешевле экономично иметь качественного управляющего, которого, если вам необходимо, управляющая компания может контролировать по каким-то критериям, которые будут прописаны. У вас же как раз в связи с этим есть обучающие программы, именно направленные на это. Да, мы изобрели велосипед, удивительный, который на самом деле катится совершенно самостоятельной жизнью, и не потому, что это хотелось превратить в какой-то большущий бизнес, а лишь потому, что идет запрос с рынка и задаются вопросы касательно операционной деятельности, подокровки персонала, его работы и так далее. И ту базу, которая существует на рынке в виде тренингов, в виде обучения, нам не совсем показалось интересным, поэтому мы решили, что у нас есть ресурс, который позволяет нам это сделать раз. Во-вторых, тот объем, который существует на рынке, не закрывает те компании, которые сейчас работают. То есть количество экспертов, количество тренеров, программ, сертифицированных программ, повышение квалификации, хороший материал, рабочие тетради, подача, работа в группе и так далее. У нас, я могу там посчитать, 30-40, может быть, тренеров, на которых реально хочется прийти. 30-50 тренеров на Россию, с учетом количества средств размещения, это практически очередь, то, что называется, если ты хочешь. При этом даже не проблема в тренере, а проблема в подходе. То есть тренер – это человек, который решает определенную задачу, и она ему понятна. Мы же хотели, чтобы это была не задача, мы хотели, чтобы это была определенная история отношений. Когда человек в отеле, придя за решением какой-то задачи внутренней, понимал, как дальше действовать. Что он не сегодня прочитал тренинг, ушел из этого отеля, забыл про него, у него остались хорошие дружеские отношения, но он не повлиял на среду. То есть те изменения, которые он принес, он не корректирует, он их не сопровождает, он не видит, что изменилось, куда пошел этот фокус или не пошел, и дальше не сопровождает. То есть есть такой вот разрыв. В нашем понимании для отеля важно даже не читать каких-то тренингов. Безусловно, базовые они должны быть. Но если мы говорим о стратегических каких-то вещах, это должна быть длинная история, когда сейчас идет срез и определение болевых точек и задач, которые нужно решить, определяется срок, работа по конкретным точкам, получение конкретного результата, который можно посчитать, вывести и сказать, что да, результат достиг или он не достиг. Вот в этом, мне кажется, должно быть основной подход. А ресурсов не хватает, поэтому мы пришли к решению, что, может быть, мы будем полезны для рынка в этом направлении и поделимся. Раз коснулись темы роботов, вот за последние 10 лет именно для вас, что изменилось в гостиничном сообществе, в понимании, там и для вас, и для управляющих компаний Рост Инвест Отель? То есть будущее настало или еще нет? Сколько ждать? Смотрите, я скажу, сообщество отельеров, то, что сейчас происходит и в том варианте, в котором существует, научилось одной очень хорошей вещи. Оно понимает, что информацию надо делиться. И это главное, что информацию, полученную вчера, сегодня уже никому не интересна, потому что она уже устарела, как только мы об этом узнали. В том числе, очень хороший пример, наверное, для всех сейчас очень актуально понятный, ревеню менеджмент, потому что два года тому назад заставить отели в локации, точке нахождения, поделиться информацией о загрузках, каких-то историях, это было практически не то, что это бессмысленный вопрос. Потому что даже на него никто отвечать не будет. Это была тайна, которую, я не знаю, хранили в черном чулане и никому не показывали, только в ночи где-то там. Сейчас в этом нет проблемы. Все понимают, что информация, которая была вчера, она никому не нужна, но на основании нее можно работать, совершать прорывы, какие-то полезные для отеля в том числе, потому что это очень важно. И все начали, наконец-то, тоже дошли до ситуации, когда понимаешь, что консолидация – это не вопрос конкуренции, а консолидация – это вопрос оттачивания каких-то механизмов, получения новых ресурсов, в том числе, видев возможности подвижения отеля, получения новых гостей, формирования новых продуктов. Вот это очень важно. То, что про роботов, ну, тут, очевидно, идет автоматизация всего-всего, только что может быть. Азия с семимильными шагами уходит в шеринг, в капсулные отели и так далее, то, что это практически уход. Вы верите в вот эти истории, типа цифровых отелей, где минимум персонала? Ну, они есть, естественно, внедрены. А можете свою компанию вот в таком формате каком-то представить? Ну, условно говоря, через пять лет. Вот представьте, что будете управлять отелем, который… В России этот период будет 10 лет. Да, потому что у нас нет ресурсов, у нас нет технологий, у нас нет инвестиций, у нас нет возможности это развивать. У нас ограничены ресурсы в виде компаний, которые приходят на рынок. Компания, которая придет с готовым решением в виде масс-маркета для больших и маленьких отелей, единичный вход будет. Она заберет весь рынок, это однозначно. Что касается отелей с персоналом, без персонала и так далее, тот же вопрос не в количестве персонала. Раньше мы жили, что у нас есть стойка приема размещения, у нас есть компьютеры, у нас есть программное обеспечение, декодеры, венкодеры, вот эта вся история. Сейчас в Азии ты просто заходишь в лобби и пытаешься просто найти, где эта женщина с ноутбуком или с телефоном, который тебя зарегистрирует. То есть понятие «место стойки» уже нет, ты оплачиваешь переводом с телефона на телефон, соприкосновением, выпиской документов в электронном виде. И она совсем, извините за выражение, не парится, что она стоит не за стойкой и красиво улыбается. И это повсеместно, потому что это сокращает объемы, а с учетом глобализации в том числе уменьшаются площади отелей. Посмотрите, новые отели не строятся с таким размахом, нет этих колоссальных залов, лобби, конференц-залов каких-то чудесных на 500 тысяч человек. Ну а как же тогда история про госпиталити, про все вот это? Это, вот смотрите, все равно остается надежда, что Мэриот декларирует два года назад технологию регистрации без прохода на стойку, то есть по этому коду, да, ты его получаешь, приходишь, прикладываешь телефон, заходишь в номер, два года назад это была такая прогрессивная история, да. Сейчас в этом нет ничего удивительного, но сам фактор отсутствия человеческого общения, потому что физически ты пришел, поздоровался, получил документ, пообщался, спросил что-то, есть надежда, что это та самая изюминка, которая будет оставаться. И это будет оставаться, безусловно, это как вот в хорошем фильме «Дьявол носит Прада», да, вот в этом кабинете придумали вот этот синий цвет, потом он спустился, и оказывается, вот примерно то же самое. Сначала с точки зрения инвесторов доступности этих продуктов будет формироваться на больших сетях, на больших доминант, и после оно будет спускаться все ниже и ниже. И вот этот период спуска технологий уже в масс-маркет для маленьких отелей, когда они будут внедрять это и так далее, ну это 10 лет, технология должна откататься и так далее, но в определенном номерном фонде, в определенных объемах отеля, мне кажется, это как раз 50-60 отелей, все равно человеческий фактор должен будет играть роль, потому что если этот отель не сетевой, безусловно, он стандартизирует себя и ловит себя с точки зрения, как развиваются сети, в том числе и как развивается он самостоятельно, как индивидуальный отель с его признаками маркетинга, и так далее, ему все равно нужно, он не сможет уйти совсем. И это где-то все равно останется, но, конечно, глобально человеку никаким... Мы все становимся интровертами, нам вообще не нужно общение человека. Потому что мы, пожалуйста, все общение в телефоне. Давай назад в будущее, вернее в прошлое, об актуальном или для кого-то о наболевшем о чемпионате мира. Вот твои ощущения, вот как на отельное сообщество, на Россию, на Москву, на Петербург, что ты видишь, твое видение. Да, нет, хайп или провал. Давайте по существу. Есть определенные регионы, которые, безусловно, получили свое удовольствие от чемпионата с точки зрения денег. В Петербурге большое количество иностранного гостя, который в какой-то момент просто испугался. Почему в Плюсе? Потому что, мы можем разобрать, потому что Казань, популярность с точки зрения обычного туристического потока, который приходит в год из года, менее подвержена, чем Санкт-Петербург. Туда едут внутренний туризм, там недостаточно такая история. В Петербурге большое количество иностранного гостя, который в какой-то момент просто испугался. Наш любимый матч-эккомендейшн тоже сыграл свою роль, отказами снятия брони. В Петербурге это было прям... Да, соответственно, отельеры просто не успели поймать вот эту быструю реакцию, чтобы это компенсировать гостями. Да их и не было. В общем, компенсировать было нечем, потому что, по большому счету, отложенная продажа на следующий сезон, она будет, да, будет рост, все хорошо, но на вот этот год этого нет. Потому что тот сегмент, который едет в Петербург и для чего едет, он, конечно, захотел тишины, спокойствия и вот этого спорт-спорт-спорта им не сильно нужно. Поэтому, да, Петербург, конечно, недополучил, недополучил очень многое. Тут отельеру, безусловно, только можно сожалеть, потому что он сделал для этого все, а гостей нету, и он в этом, в принципе, не сильно виноват. Вот. Дегтябрь себя показал достаточно хорошо, но в целом, если смотреть Москва, если смотреть по той статистике, которую нам дают официальные ведомства и органы, то, по большому счету, всплеска вездного туризма не произошло. Потому что мы получили те самые цифры, которые получаем ежегодно, и никаким образом они не перераспределились, не увеличили, не было всплеска. То есть это такая ровная ситуация, которая, по большому счету, привлекла наших внутренних туристов, болельщиков из разных регионов, которые перемещались и так далее. Да, большой процент в этом, с точки зрения вообще потока, это китайские гости, которые не играли, не участвовали, но для них это достаточно большое событие, в стране, которая с ними рядом, поэтому для них это интересно. Но тоже тут где-то неопределяюще. Если мы говорим о той инициативе продления въезда на территорию России по паспортам, я тоже считаю, что это все-таки отчасти правильная история, правильный жест, но она не приведет к кардинальному переделу или увеличению рынка и так далее. Да, она недолгоиграющая, во-вторых, не такое большое количество гостей, как мы сказали, именно по отношению к чемпионату и скорее это такая вежливая история после чемпионата. В целом, чемпионат, ну я думаю, что уже забыт, и мы уже работаем дальше в голове с новыми сезонами, новыми проектами, поэтому прошел и в общем спасибо, спасибо, мы были в месяцах в радости, не отказать тебе. Ты сам был на матчах? Нет, я не ходил, боюсь таких. Давайте чуть-чуть сменим ракурс. Я слушал в том числе твои выступления про реновации отелей и что ты достаточно так вовлеченно про это рассказываешь. После этого остается вопрос у многих управленцев, как заставить собственника пойти на реновацию, потому что ты много сам говоришь, что это достаточно такой шаг, который, возможно, в будущем не принесет какого-то четкого финансового повышения, цены и дата, что называется, приходится на какой-то, допустим, ну даже если на период низкого сезона, полностью останавливать отель, чтобы не пересекались какие-то потоки гостей, которые живут на одном этаже, а наверху идет стройка. То есть вот как управленцу что делать, чтобы донести до собственника вот этот момент? Первая простая история. Не выводя объекты на реновацию в какой-то период, ты можешь потерять просто долю рынка навсегда. И усилия, которые будут необходимы для возврата на рынок, получения той хотя бы доли, которая у тебя была, могут быть очень высоки, и отель может просто никогда больше не выйти на рынок в том формате, в котором он когда-то сез существовал. Это первое. Не надо говорить о том, что реновация – это путь к зарабатыванию больше денег. Это в первую очередь путь к поддержанию того опыта, у которого есть отель, и плюс возможность привлекать новых гостей. У тебя есть возможность с реновацией работать по новым сегментам, выходить на новые направления, потому что со старым багажом это делать крайне сложно, и уже нет ни одного региона в Российской Федерации, где не было конкуренции. Понятие конкуренции уже существует, мы бьемся за каждого гостя, и переиспределение дохода гостей в регионы, которые достаточно компактны по пребыванию, по каналам, формирующие спрос на услуги отелей, очень чувствительные 1-2% – это уже достаточно серьезное колебание. Поэтому реновация в первую очередь – это возможность выхода на рынок в новом качестве и получения нового качества. Это первое. Во-вторых, мы все прекрасно понимаем, что остановить эксплуатацию здания даже в межсезонье и вывести полностью здание на реновацию крайне сложно. Поэтому, когда мы говорим про реновацию, то мы говорим о жутко-чертком планировании этого вида и процесса. Потому что это не просто планирование, это планирование по часам, по дням, по поставщикам, по их возможностям, по их доставке, по их сборке. Здесь такой хороший жесткий тайминг. Как сделать ремонт не за 6 месяцев, а за 2? Как сделать работу с поставщиками не в 3 месяца, а в 1,5? Четкий контроль, четкое понимание, отработаны все механизмы, отработанная внутренняя логистика, полностью спланированные действия, когда заходят на объект, каким образом. Мы научились делать реновацию, проводить ее блоками, зонами, частью, исходя из тех возможностей, которые отель позволяет. Потому что остановить работу отеля практически невозможно. Сейчас мы говорим о качественном подходе, то этого сделать нельзя, это недопустимо. Но выводить хотя бы частично это нужно делать. Как убеждать собственника? Тут только экономические параметры того, что может быть в случае, если проходит реновация. Не буду называть никакого региона, чтобы не обижать, но, скажем, динамика нового открытого отеля, скажем, в Краснодарском крае, динамика загрузки идентичных объектов, номерным фондом 55-60 номеров, объект 9 лет на рынке, у него средняя загрузка последние 3 года с аккуратно падающая вниз от 46%, и ниже по 1,5-3% вниз уже идет вот так. И новый отель, который 3 года на рынке, с загрузкой 58-61%, без какой-либо динамики вниз, только с увеличением показателей и всего остального. Вот сравнение. Поэтому молодые, красивые, юные отели хотят денег, хотят гостей, хотят зарабатывать. Для этого они выходят на рынок, если ты не понимаешь, что у тебя проходит. Вот букву... Тут же все очень просто. Но новый отель, если он грамотно спроектирован, то он проектируется задачей доминирования на рынке в той среде, в той локации, которую находят в течение 10 лет. Потому что 3 года мы его устроим, 7 лет мы доминируем, и как раз до первой реновации там и так далее. 7-8 лет, ну, в зависимости от загрузок. То есть прогноз нового отеля, это инфраструктура и сервис, который будет востребован в течение 10 лет. Если ты сейчас 8-й год работаешь, и ты не понимаешь, что ты морально устарел, то ты проигрываешь уже не 8 лет, ты проигрываешь будущее. Если ты вот сейчас этого не делаешь, то будущего, в принципе, этого же нет. Вопрос, на каком периоде времени выходить на реновацию, но это вопрос внутреннего анализа, ощущения, насколько устарел номерной фонд, технологии, предлагаемые услуги, не знаю, окна, двери эксплуатировались и так далее. Отвечай, не думая, Волов или Прасов? Волов. Волов. В одном из последних интервью про роботов. А не боишься, что микроволновки чайники завоюют мир? Так и будет. Так и будет? Да. Всегда говоришь правду? Нет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.